Добродел Добродел Накануне совещания с представителями компаний-перевозчиков, депутата-единоросса и молодогвардейца в рамках проекта «Народный контроль» проверили работу общественного транспорта на 23 маршрутах. Нарушения выявили на каждом третьем. По всем фактам составили акты. У меня я 7-8 рейсов проверял. Нигде, и никто из моих коллег не жаловался, никто нигде не сказал, что не отвечают, не хотят показывать или что-то там. Агнетушители, кнопки, кассы. Все вполне лояльно. И уборка, и как проводится. То есть на все вопросы отвечали. В общем-то, предоставляли все информацию. Другое дело, что состояние, конечно, не везде было одинаковое. И мы это помечали. Много жалоб на перевозчиков поступает от жителей Трехгорки. Время отдыха водители проводят не на специальной площадке, а недалеко от нее. Им так удобнее. Со следами их пребывания горожане устали бороться. Хочется здесь в рамках нашего совещания договориться, что вы соберете ваших водителей, договоритесь или о системе наказания, или поощрения. Мы вам предоставили площадку бесплатную, безвозмездную. На ней можно парковаться. Она там в 200 метрах или 400 метрах от этой точки. И если вы все-таки самостоятельно этот вопрос не решите, то мы с ГИБДД будем жесточайшим образом штрафовать. На автобусной остановке нет расписания. Еще одна распространенная проблема. Перевозчики говорят, было, но куда-то делось. И обещают повесить снова. Сам видел эти все распечатанные, все с типографией, все поехали развесили. То ли их поснимали, то ли еще чего. Но у меня большая проблема, конечно, с Кубинкой. Скоро в Кубинке начнет работу новый перевозчик. Ему предстоит разрулить массу старых проблем. Глава Одинцовского округа подчеркнул, все они решаемы. Нет тупиковых проблем или невыполнимых задач. Очень хотелось всем донести перевозчикам, что однозначно нужно меняться, меняться в лучшую сторону. Так работать по многим маршрутам дальше невозможно. И допускать срывы графиков и такого отсутствия контроля за транспортными средствами этого больше не будет. МОСТ Трансавто уже работает над ошибками. Проведен инструктаж с водителями. На рейсы вышли 14 новых автобусов. Увеличено количество транспортных средств в выходные дни. Менять подход к исполнению своих обязанностей предстоит и другим компаниям-перевозчикам. Системных жалоб на работу общественного транспорта в Одинцовском округе быть не должно. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.